Вопрос у меня следующий. Как вы отнеслись к сегодняшней любви в плане качества? Да, в плане качества... Не знаю, возможно, что можно нашу лучшую игру. Ну, в веселье части точно. На стадии на выезде с Краснодаром, на стадии Краснодара. Все было видно. На команду была. При том, что я уже сказал, к сожалению, футбол нет по мне, а футбол не справедлив. Надо благодарить, прежде всего, молодых ребят, молодых пацанов, которым я горжусь. У них 20-летний Милёхин, 21-летний, по-моему, 21 год. Сильянов, Трохин, 22 год, по-моему, Глебову, Щептенину, 20. Турхин, 22, против маститых, маститых иностранцев, я не знаю, вот так. Вовсе, да, по-моему, было. Потом еще на замену выходили вместо у нас Комаров, 90-летний. У нас никто россияне уходил. Нет, россияне это понятно, да. И Ионовы, и Кривцов. Ну, как бы, несу дело не в этом. Я сейчас не про Краснодар разговор, а про наших ростовских пацанов, которым мы благодарим, счастлив. Ну, счастлив. Если вы спросили про игру, про результат, понятно, что хотелось бы лучше, но по игре, думаю, что не то же претензии, а только слабо благодарности. Можно сказать. Спасибо. Еще у меня вот тоже личный вопрос. Относительно пары центральных защитников. Будете ли вы в дальнейшем использовать эту пару после такой удачной игры? Ну, когда-то, наверное, да. Когда-то, да, будем использовать молодостью, ну, как бы, так, на всяком случае, Осипенко есть. Основнейший, наверное, защитник, то есть, это конкуренция. Так что, кого использовать, посмотрим уже. Еще и, ну, еще. То есть, вдогонку к первому вопросу, то есть, еще и вмешались травма Полозы, травма Селявы, травма Щетинина, то есть, да, и замены даже, не говорим про то, кто выходит, когда, и кто вместо кого. Это тоже вмешалось, но даже при этом при всем. Даже при этом при всем, я думаю, что... Ну, говорите, я думаю, что мы садят все видно и так. Ну, я прошу прощения, по одной замене все равно у меня один вопрос есть. Ну, вот, не считаете ли вы, что лучше было оставить Галенкова, а не выпускать в конце Камличенко? Камличенко, извиняюсь. Ну, не показалось нам, что чуть-чуть качество упало. Почему-то Камличенко не вошел в игру. Ну... Спасибо. Да, пожалуйста. Добрый вечер, Валерий Георгиевич. Поздравляем вас с игрой, хоть и не выиграли. Скажите, кроме забитого гола, чего, на ваш взгляд, не хватило Росту для победы сегодня? Ну, единственное, чего не хватило, у меня это, так скажем, в завершающей стадии сладнокровия, наверное, сладнокровие принятие правильных решений. То есть, большое желание забить, нужно взять паузу, потому что они, понимаете, решили быстро пытаться как-то сыграть вперед, как-то сыграть и по-другому, так сказать. Принятие решений не всегда соответствовало тому, что было нужно на поле господа. Именно тому штрафное предложение. И второй вопрос, если можно. Перед перерывом у вас была какая-то стычка-нестычка, конфликт-неконфликт с тренером Ходяев? Это чистая эмоция по какому-то эпизоду, либо что-то принципиальное было? Да, это вообще не только какая-то стычка была. Ну, там у вас какая-то такая перебранка небольшая была. Я говорил, это насудил. Спасибо. Олег Игоревич, здравствуйте. Спичак Никита, «Арбиспорт». Скажите, вам не обидно, что вы говорите, что у Краснодара выходит 8 иностранцев, а у вас все не обидно, что несправедливость? Обидно. Обидно Краснодару должно быть. А сразу выходит, как говорят. А россияне ростовские так играют. Им должно быть обидно, а не нам чего играть. Еще один вопрос. Вам вас не настораживает, что у Сергея Босякова ошибки часто стали появляться в игре? Ну, за ростов, что это первая ошибка. Ну, то есть, на следующий матч, если Виталий Коффанов решит, что у Сергея Босякова выйдет, то есть вы не будете никогда? А кто это вы проводите? Миша Цула, которому 17 лет. Ответ очевиден. Все больше. Он еще не готов? Что? С вами. Много Виталия видели в 17 лет. Кроме Кенфеева еще одного, вспомните, хотя бы. 17-летнего, который готов. Но Кенфеев, наверное, тоже не был готов. В 16 лет. Вот. Вот. Спасибо.